Для начала покажем видео, снятое с квадрокоптера. Это полет над береговой линией Хабаровска, который сегодня утром сняло Министерство строительства. Я как-то давно не вырывался в ту честь города и удивился, как она преобразилась. И действительно, Хабаровск выглядит как город будущего. Ты согласен? Ну, ты учитываешь, что еще вот саму эту дамбу будут как-то вот облагораживать. Ну, мне не нравится слово облагораживать, но вот что-то с ней будут делать, обустраивать, какие-то зоны отдыха, еще что-то и так далее, и так далее. И вообще, по идее, должно быть там все по-другому. Что по идее и будет, рассказывает наш сегодняшний гость Александр Иванович Селеменев, главный архитектор Хабаровского окраина. Но именно сегодня Александр Иванович еще исполняющий обязанности министра строительства. Добрый вечер, телезрители уважаемые, дорогие, уважаемая студия. Конечно, хорошо, когда приглашают главного архитектора поговорить о образе города, о будущем города. Ну, надо сразу хочу сказать, что я не о сегодняшнем дне должен говорить, а заглядывая на 10-20 там, или, как сейчас говорят, а какой будет Комсомольск, например, 20-50. Ну, сейчас так вот вопрос ставится. Или Хабаровск 20-50. Поэтому нужно уже и на 30 лет смотреть. Я для себя вижу ближайшую перспективу. Ну, это вот то, что вы сейчас показали практически. Это вот мост на большом сувиске. Это, я думаю, 20-50 будет. А 20-20 и 20-30 – это то, что вы показали. Вот 20-30. 20, даже 20-25, наверное. Вот такое будет. Это та самая набережная, да, которая должна быть благоустроена. Представляется, города наработан проект благоустройства этой набережной только после завершения. Пока завершат сначала вот инженерное сооружение, а потом будет уже благоустройство. Это концепция пока? Или это уже некий окончательный проект? Нет, это эскизный проект, просто видение, что можно на ней сделать. Это вот в районе Ерофея, да? Это примерно, да. Да, вот наши дома высотные, микрорайонстроитель, там ротонды, площадки физкультурные, спортивные, для активного отдыха, для прогулочного. Ну, а дальше возле Ерофея там и фонтаны, как примерно на стадионе Ленина, ну, так называемые. Давайте конкретно стадионом Ленина для начала займемся. Я предпочитаю заглядывать в более близкое будущее, хотя бы 5 лет. Вот я попрошу показать вот эскизы вашего докладного на форуме Амур, что будет на стадионе Ленина. Эскиз сделан совместно с фирмой «Новая авиация», без рекламы, потому что она питерская, ей, думаю, реклама не нужна, но все-таки это питерский взгляд в какой-то степени, хотя заказ наш, и мы говорили, что нужно, что не нужно делать здесь. Там фонтаны бьют возле яхт-клуба, да? Нет, это не фонтаны, это возле яхт-клуба, это места для отдыха, это вообще причальная стенка. Но, к сожалению, сегодня эта работа вот по созданию, она была уже на завершающей стадии, но сегодня отметки такие, да, мы живем в такой ситуации, что у нас плавающая отметка уровень Амура, да, к сожалению, причем очень сильно. Работы пока приостановлены, но вот та картинка, которая была, она будет завершена. Ну, то есть там появится Марина причальная, причем довольно большая, судя по этому эскизу. А можно первую фотографию еще раз показать? Можно, конечно, думать, что она будет Марина, и мы сделаем все, чтобы это было, но это для яхтенного туризма больше сделано. Это не для того, чтобы там горожане ставили яхты, это именно проект туризма, значит, Большой Уссурийский Шантары. Это вот, знаете, такой проект у нас глобальный, есть туристический кластер. Вот это как раз часть этого комплекса. В Комсомольске набережная по этому же проекту строится. Дальше по Амуру, в Николаевске набережная, тоже в Амурске. Но вот это более близкое будущее, это не 50 лет? Это буквально, это буквально в следующем году должно быть завершено. Ну, к сожалению, сейчас, я уже сказал, чуть-чуть притормозилось, работа остановлена фактически. Сейчас там защитные мероприятия проводятся, противопаводковые. Ну, вот так и живем. То есть, несмотря на то, что есть глобальные перспективы, да, город будущего, Хабаровск-Комсомольск, но еще есть реальная жизнь, и нам нужно приспособиться. А вот я предлагаю теперь показать Комсомольск, потому что комсомольчане на нас часто жалуются, вы в своем Хабаровске закрылись, а вот Комсомольск тоже город. Комсомольск был международный конкурс проведен, и там были ряд проектов интересных. И я думаю, что вот такой город тоже не стыдно представить именно в 2050 году. То есть, проекты есть. Вот эта вот картинка показывает, этот слайд показывает, это город сегодняшний. Эти объекты построены сегодня. Два спортивных центра, они реально построены. В центре сложных координационных видов спорта уже отделка идет. Она уже на завершающей стадии, в этом году он будет завершен. И рядом еще такой, как у нас в Хабаровске самбо, мы его называем, игровых видов спорта. Мы в субботу представили его, открыли, публично, так сказать, хотя три месяца работает. Вот больная для Комсомольчан тема центральная набережная. Комсомольская, да. Сегодня вот этот ротон достроится, кстати. То есть, это все реальные проекты и такую набережную. А понимание, что с речным вокзалом, с созданием бывшего речного вокзала в Комсомольске делать уже есть? Много лет стоял он в таком печальном состоянии. Сегодня ведутся прям работы, прям активно. Я неделю назад там был, две недели буквально ведут активно работы. И фасады уже отремонтировали практически. Наполнение ремонтируется. Городу будет возвращен этот ансамбль, такой, это как корабль такой в городе Комсомольске. Ну, то есть, сам облик здания не повиняется, просто его приведут в порядок. Приведут в порядок, красиво, аккуратно. Да. Там еще, правда, есть идеи такие, благоустроить рядом площадь, которая, как говорится, городская, возле этого речного вокзала. Может быть, я покритикал бы скорее комсомольчан, которые решили там, ну, как говорится, поставить самолет, сделать там инсталляцию, напоминающую образ корабля. Но это надо просто загармонизировать, чтобы не было хаоса на этой набережной. Это рассуждение специально провоцирую, чтобы можно было все-таки обсудить эту тему, потому что нужно разговаривать. Хотя городской городской городосовет свое решение принял. Ну, у меня свое тоже может быть мнение, я его, конечно, высказываю. Александр Иванович, все это замечательно. И у нас, и в Комсомольске, на мой взгляд, именно таким должен выглядеть город Быч. Согласен, да, большие пространства, много общественных мест, но возвращаемся к настоящему. Да, вот то, что происходит именно сейчас. Самый свежий пример, вот бывший ремзавод на Дикопольцево, давайте показываем, мы как-то уже рассказывали про это. Проект вот этого ремзавода уже нет, там все снесли, и там втыкают вот какой-то жилой комплекс. Причем ни мэрия, ни застройщик не согласились прийти в студию, рассказать, что там будет, как будет вписываться. Если вы знаете этот микрорайон, там и так вокруг сплошные спальные зоны, да, жилые дома. Если воткнут туда еще три огромные свечки, я думаю, вот такая будет перегруженность. Я к тому, что вот пока вы планируете развитие общественных территорий, реально застройщики... Да, втыкают в каждом свободном месте, где бы не снесли старое здание. И при том, что много говорится, и не первый год, что нет, нельзя загружать центр города глобальным жилищным строительством и прочим. На протяжении лет 10 или 15 это слышно. Вот зачем там на Дикопольцево еще живой дом? Как все происходило, так и происходит. Ну, это не один живой дом и три, судя по визуализации. Есть, я сегодня посмотрел сайт этой компании, которая строит, все могут ознакомиться. Картинка там есть на этой страничке. Конечно же, я за более низкое жилье, но, к сожалению, администрация города выдала разрешение на строительство этого комплекса. Но я тут понимаю, какую логику. Чтобы вот тот хаос, который там был, ну, ремзавод, не рем, давно уже никого ремзавода нет, там просто хаотично вывали какие-то производственные, там мастерские разнообразные, там складские и так далее. Не будем об этом. Но это было совершенно печальное зрелище. Я не говорю, что, ну, надо менять одно ужасное на другое, как бы, ну, спорное, да. То есть, такое change не очень может быть. Но, с другой стороны, инвестор, наверное, чтобы снести то, он же выкупает, да, ему надо как бы возместить. А разве есть сверхзадача обязательно снести? Я согласен, это не было украшением города, но мне кажется, не так уж и напрягало. Тут даже не то, что сверхзадача снести, может быть, как раз уже и пришло то время, когда и бюджет города, и бюджет края в виде помощи вот должны именно этим заниматься. Не отдавать инвестору вот такие вот спорные, локальные точки, а заниматься тем, чтобы вот превращать их в общественные территории. Поэтому мы и обсуждаем сейчас этот вопрос, потому что это действительно актуальный вопрос. Каким быть городом, городу, какими зданиями его застраивать. Естественно, любой застройщик, ну, это определение, это не мы придумали, возьмите любой там западный город, высотное, более, как говорится, маржинальное, да, такое слово, более доходное, выгодное, это понятно, я по определению, Манхэттен весь застроен небоскребами, и Токио, и любой Сеул, там, и другой город, Шанхай, вот, но мы, конечно, не Шанхай, и не Токио, поэтому мы могли бы позволить себе, ну, я бы так ограничил этажей до 10 вполне, и ограничились бы этим, и было бы нормально, вот, тем более, что там окружающая застройка, вот рядом, да, там 10-этажки. Так самое главное, зачем там жилой дом вообще? Ну, у нас достаточно мест, где можно строить жилье, почему обязательно в центре надо строить? Он так перегружен. На мой взгляд, в центре, ну, нужны места для отдыха или инфраструктуры, да. Тем более, что, ну, с развитием дорожной сети, как бы мы ни ругались, но она все равно развивается в Хабаровске, но уже доступ к каким-то более дальним территориям, которые находятся в двух-трех километрах от Красной линии, уже он есть. Очень понятно. Вот буквально вчера на встрече с жителями и активистами района Кировского обсуждали вопрос восстановления парка на Дальдизеле. Этот вопрос взят, как говорится, на карандаш. Очень хорошая мысль, потому что приезжаешь. Возвращенная территория, когда-то был там парк, там спортивный центр есть, то есть взяли это в работу. Александр Ильич, ну, по крайней мере, меня очень радует, что действительно стали задумываться о перспективе. Соответственно, если заранее планировать, где что будет стоять, и не будут возникать вот эти свечки. Ну, это, кстати, к вопросу, который мы обсуждали на этой неделе. Вот что может возникнуть на месте бывшего СИЗО, если его перенесут что-нибудь? У вас какие по этому поводу? У нас победил парк. Да, я смотрел ваш вопрос, и мне понятны мнения жителей как раз. Но вчера же на встрече было совсем другое предложение. Например, сделать там поликлинику номер 5, перенести сюда, послужители. Это предложение может экспромтом, может нет. Но такие тоже есть. Александр Ильич, вот просто это тема отдельного разговора, поэтому сразу приглашаю вас в гости, когда конкретно будем говорить о развитии Кировского района. Я на этой площадке за общественное пространство. Насыщенное, правда. Не просто там вот посадить зелень или сквери в зелень. А именно за насыщенное городское, но с зеленью, естественно, чтобы это было активное, именно активное городское пространство. Спасибо. Вот я за такое. Александр Ильич Селеменев, главный архитектор Хабаровского края, был у нас в гости. Сразу приглашаем. Даже сквер не спросили, который на Блюхера показывают. Да, кстати. Пока вы не закорили еще страничку свою. Что будет на Блюхера? Давайте в двух словах, Александр Ильич, расскажу. На площади Блюхера сквер, но другое дело, что это взгляд компании ПИП. У наших хабаровских архитекторов он немножко другой. А что будет в результате? Будет сквер, да. Будет он привязан к городским функциям, потому что это сквер центрального района. В то же время на площади Серышева пока нет ни предложения, даже эскиза пока нет. Поэтому это все в работе, это все вот на перспективу нам подумать, а что такое площадь Серышева. Поэтому архитекторы в городе занимаются этим видением. А местные жители могут прийти и высказываться? Это они, конечно, должны высказываться, что наверняка это будет обсуждаться. Так же, как и здесь. Это для чего мы получили? Будут общественные слушания? Ну, я думаю, что сейчас так все делается. Если мы заходим на какую-то общественную территорию, обязательно рейтинги проводятся в городской администрации. И та территория, которая получает большее количество голосов, выигрывает. Хорошо. Мы вместе с вами будем за этим следить. Конечно.